Что? У меня уже стоит кастрюля, там варится мясо на борщ. Нужно почистить картошку. Кстати, ножи, всё, из кизляр-магазина Мага. Благодарю тебя, пользуюсь и не нарадуюсь, как обычно. Картошка своя, это такая, знаете, которая колотая, которую, когда копали, лопатой там задели, или мелкая, или ещё просто родилась с непонятными какими-то отклонениями физическими клубни. Вот эту вот картошку, первым делом её надо съедать. Вот такие вот всякие разные, они небольшие, большие, непонятные. Папа такую первым делом и отправляет нам для еды. А потом чуть попозже, кстати, уже чуть попозже, потом чуть попозже будет картошка нормальная, настоящая нам выделит. У папы там в гараже не забалуешь, у него всё чётко. Какую сажать на следующий год, какую есть сейчас, какую есть попозже. Там всё у него задумано на следующий год вперёд, а то, может, цена 2, я, конечно, не знаю. Наверное, картошка будет 2 года лежать. Ждать, пока она засветётся в титкурове, никто не будет. Ой, господи, напугалась. Лампа тут у меня. У меня лампа. Вот. Там девушки писали, что такое милое лицо девушка писала, а я так много штукатурки вложу или краски, ещё что-то. Мне хочется, на самом деле. Почему нет? Мне хочется. От того, что я там положу меньше или больше. Я не накрашена очень сильно. Я накрасила только глаза, брови чуть-чуть вот это подвела. Не делала смоки айс, там ещё какие-то вот эти вот ядерные макияжи. Выглядит вполне достойно, и мне хочется, на самом деле. Слишком долго я не красилась. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Это выглядит же неплохо. Выглядит замечательно. Косметика натуральная. Ну, натуральная косметика хорошая, не вредит коже, поэтому. Вообще не жалко. Лёв, какой будем пирог печь? Опять с яблоками? Ещё не решили, какой будем пирог печь. Суп-то уже решили. Всё, обоюдно решаем. Какой суп решили, какой гарнир решили, какие котлеты решили. Кстати, ещё будем. Что ты будешь делать, ёлки-палки? О, всё падает. Какой гарнир решили, что решили, и как котлеты из чего будут делаться, это всё да. Но, блин, почему-то у нас нет вот этой вот стойкости, устойчивости. Вот так вот, что ли, это должно находиться. Это всё дурацкая лампа, которая отваливается. Джин из лампы просится наружу. Картофельное пюре будет вариться до готовности картошки, естественно. Потом взбивать я буду миксером. Так получается пюре пышнее. Вот это сейчас был абсолютный нежданчик. Просто лампа взяла, упала на телефон, и телефон отвалился, и всё-всё попадало. Про пюре говорю. Пюре получается воздушней, пюре получается на самом деле лёгкое, увеличивается там чуть ли не в два раза. Вкусняцкое пюре, которое покорило мою всю кровь. Она тоже так делает, как я сделала один раз, так она же делает теперь. Вот. На одни вопросы ответила, на другие вопросы какие-то спрашивали. А, девушки там пишут всё сквозь. Твою улыбку видна боль, блин. Больно? Это когда больно. А мне уже и не больно, и мне уже очень хорошо. На самом деле. Это же не психология. Я спокойная, я весёлая, я самая интересная. И личная жизнь-то налаживается, кстати. Да, да? Во всём. Поэтому, срать на всех, победа будет наша. Так, ну что, потихоньку дочистим, поставим вариться. Так, для пюре ему картошку я почистила, вот столько получилось. У нас это больно многовато будет. Я отложу. Большие картохи, маленькие пускай варятся в пюре, а большие отложу для супа. О, вполне хватит. Лёвку, кончилась картошка. Лёвка, надо картошку принести, сходи. Сейчас ребёнок ещё сходит в гараж, принесёт её картошки, будет нормально на будущее дальше. Чего необходимо следующее это сделать? Ставим картофель вариться, и, 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 и. Пока он варится, мы всё чистим. Готовим суп. Да, готовим суп. Картошка у нас уже сварилась, это для пюро. Будем её сливать. И сразу же горячую выбивать. Добавлять будем походу молоко, тёплое, горячее, даже лучше горячее. Но не кипячёное, ненавижу запах кипячёного молока, но это как вам нравится, конечно. Масло сливочное. Кто-то добавляет ещё яйцо, я в прошлый раз яйцо добавила, а мне не особо, поэтому я яйцо добавлять не буду. Так, где наше молоко? Ойсик. Всё приготовили. И масло, и молоко. Теперь взбиваем. У меня фартук в стирке, надо вторую фартук купить, обзавестись. Не хочется. Хотя я всё делала аккуратно, предельно. Ни шагу назад, ни шагу на месте. Всё. Всё аккуратно, ещё ничем не забрызгала. Молодец. Помочь всем, стараемся разбить миксером. Горячее молоко. Здесь у меня примерно 250 миллилитров. Так, не буду перебарщивать. Обычно я наливаю 400, но когда кастрюля полная. Нормально. Можно остановить. И теперь стараемся сделать так, чтобы оно побелело. Оно жёлтенькое. Взбивайте до такого состояния, чтобы стало белеть. Теперь смотрите, на оценочку, какое оно. Офигенное. Ни клестер вообще ни разу. воздушное, пышное. Это пюре-сказка. Оно ещё постоит немножко, стабилизируется. Будет вообще огонь. Масло, кусочек сливочного, закапываем туда. И убираем под крышечку, ждём, когда всё будет клёво. Размешивать будет. Приятного вам аппетита. Надеюсь, вам понравится. Второй раз я уже его готовлю. На своём канале есть ещё один подробный рецепт. Пюре на самом деле стоит того, чтобы заморачиваться с миксером, с молоком, вот с этим вот совсем. Я не кладу яйцо. Вы можете положить яйцо. Но пюрешка отличная. Без комочков. И воздушная. Много в нём пузырёчков. Гостям очень нравится. И самое главное, понравилась моя свекровь. Она у меня клёвая женщина. Спасибо. 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 Спасибо.